Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии в мой адрес. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. Ну а сейчас давайте сделаем такой расклад на Христова Короля, где и с кем он, и что у него в жизни происходит. Давайте посмотрим такой расклад, девочки. Сейчас сделаем диагностику и посмотрим, где и с кем он, и что у него в жизни происходит. Так, будем делать диагностику, как обычно, не нарушая традицию. Что у него было в прошлом, в каких он был энергиях в прошлом, что сейчас у него происходит в его жизни, где находится, с кем он находится в данный момент. Посмотрим, девочки, что нам сегодня карты скажут. Расклад общий. Кому нужны личные расклады, пишите на WhatsApp, Viber, Telegram. Всем отвечу. Так, и что же у него будет в будущем. Сам наш Христовый Король находится в прошлом, думает о своем прошлом. Думает, как он оставил Бубновую даму. Бубновая тоже отвернулась, он тоже отвернулся, закрыл встречи с Бубновой дамой. Интерес тоже закрыл к Бубновой даме. Здесь Бубновая дама, может, была замужем, или рядом какой-то казенный король с ней находится. Ну, интерес большой был к Бубновой даме. Так же здесь Червовая жизнь тоже проигралась в прошлом. Но он просто думал к Червовой даме, а так встречался с Бубновой девочкой. Хотел хлопотать, но интерес был к Бубновой даме, пока Червовой оставил встречи и хлопоты. Ну, и здесь, как он от нее отвернулся, от Бубновой дамы. Может быть, это ее поклонник, или, может быть, она в браке находится. Может, и так проиграться, девочки. Как Христовый Король отвернулся от Бубновой дамы, она сразу же замагичила Христового Короля. Видите, вот, дама и Тузбик. Так, далее. Сейчас что у него в жизни происходит? Сейчас он будет хлопотать, уже хлопочет в Червовой даме. Здесь у них есть встречи, но они холодные еще. Он надеется, переживает, прям очень сильно, прям до слез переживает, очень сильно думает, получится, не получится, как будет. Да, вот разговор. Какой-то он печальный, очень скучает по Червовой даме, если встречи нет. Но они оба очень холодно, друг с другом встречаются. Так, ну и в данный момент все равно у него есть Червовая дама. Встречи есть. Ну, сейчас, знаете, если так вот продолжаться, он думает, что у них ничего не получится, и придется им расстаться. Да, что-то Червовая дама, очень холодно. Очень холодно они встречаются. Ну, здесь, в данный момент, вот сейчас, вот неожиданно себя проявит Бобновая дама. Наверное, после магии, что она сделала, думает, что она придет с любовью к нему, и все наладится. Да, вот хочет она с ним встретиться, поговорить. Ну, и все-таки встреча с Бобновой дамой будет, но он еще думает о Червовой даме. Но здесь с Червовой дамой, здесь дороги сама и встречи. Все холодно. Так, ну, что будет в будущем? В будущем я здесь вижу, что у него чувства к Бобновой даме уже нету. Чувство любовь холодной повернуто вниз. Так, она сама надеется, будет хлопотать, но он холодный к ней. Здесь, в будущем, здесь я вижу, что Червовая дама откроет свои чувства к Червовому королю. Вот, с любовью, с теплотой будут у них встречи, интересы друг к другу будут. Но все равно Червовый король, как бы не в своей тарелке, очень боится потерять Червовую даму. Здесь он в нее влюбился, в данный момент они встречи холодные, но в будущем, в скором будущем он в нее влюбится и очень он боится ее потерять. Тут Бобновая дама еще себя проявит и он очень сильно переживает, хочет, чтобы в его жизни была Червовая дама. Очень боится, что в будущем тут что-то будет пустое, с Червовой дамой. Так, ну пока вот такая диагностика. Теперь дальше будем смотреть. Где и с кем он, да, вот. Сейчас он с Червовой дамой, девочки, а в прошлом он был с Бобновой. Но нас интересует настоящее, поэтому сейчас он с Червовой дамой, но и Бобновой тоже проявится, как обычно. Так, смотрим, где и с кем Крестовый король и что у него в жизни происходит. Будем разбирать сегодня. Так, ваш мужчина загаданный будет Крестовым королем, а вы будете Червовой дамой. Ну, а Бобновая дама будет ваша соперница, если она себя проявит. Так, что же у него под сердцем? Свои хлопоты, свои дела у него. На сердце думает, может быть, друг, молодой человек думает об Бобновом короле. Так, в голове, в мыслях. В голове, в мыслях. Здесь, может быть, это король, да, думает, разговор с каким-то Червовым королем будет о деньгах. И о больших деньгах, и о поменьше деньгах. Так же, может проиграться, если насчет отношений, мы по отношению смотрим, насчет отношений, он надеется на Червовую даму. Но пока интерес тоже есть в Бобновой даме. Это может быть также и надежда Бобновой дамы. У кого как. Или это мужчина, друг его на сердце думает, поговорит, встретится с этими двумя королями. Или это все-таки он надеется на сердце, на Бобновую даму. Здесь интерес, разговоры, встречи будет, с одной стороны. На пороге он думает, что с Червовой дамой у него как-то ничего не получается, ссорятся. Здесь крупная ссора. Ну, интерес есть, но он думает, ссора будет. И он думает, что ссора будет, и интерес он потеряет Червовой даме. В прошлом здесь были встречи с Бобновой дамой, но эти встречи закончились неприятностью. В будущем. В будущем будет звонок известия. Может быть, от Бобновой дамы. Или вообще звонок будет, или сам позвонит к Червовой даме. Будет хлопотать. Будет хлопотать с любовью. Так, что же тут за у него желание? У него было желание в прошлом Червовой даме. Но дама, наверное, очень серьезная. И сразу она не стала ему вешаться на шею. Она была серьезная, холодная. Ну, как обычная порядочная девушка. Вела себя очень скромно и очень серьезно. И была очень холодна к нему. И он за это очень злился. Может быть, в диагностике там показалось, чтобы новая дама в прошлом магичила на Крестового короля, как он от нее отвернулся. Может быть, эта магия тоже сидит у него на сердце, да, в душе, на сердце у него внутри, да. Вот сидит это внутри магия. И ему кажется, что он злится на Червовую даму. Может и так проиграться, девочки. Ему кажется, что Червовая дама его не любит. И он очень злится. Но в прошлом он с бубновой дамой расстался. Поставил он бубновой даме точки. И общения тоже прекратились в прошлом. Ну, а сейчас что-то он задумался. Как бы заинтересовался бубновой дамой. И какие-то надежды еще есть. Посмотрим, что тут еще в будущем будет. Так, в будущем здесь все-таки в диагностике показалось, что он очень боится за Червовую даму потерять, да. Вот здесь в будущем то же самое. Хочет он с ней общения, любовного характера и встречи тоже. Будут встречи и общения. Но боится, что это все закончится. Все равно он любит Червовую даму и будет хлопотать, и будет звонить. Здесь он думает, что у них отношения не будут серьезные все-таки, да. Вот почему-то так он думает, что отношения серьезные не будут. Но здесь Червовая дама уже в будущем будет относиться с любовью. И полностью она уже как бы хочет быть крестовым королем. А он что-то сомневается. Может быть, он уже хочет сделать, как-то брака вышла. Здесь он любит. Но почему-то он сомневается. Может быть, он сомневается, что она не выйдет за него замуж, да. Вот. Думает, что это все будет пустое, да. Вот так думает. Посмотрим. Дальше. Ну, здесь на сердце полностью бобновые карты. Здесь, может быть, все-таки под сердцем он интересуется. Интерес есть все-таки бобновые дамы. Какие-то надежды есть. Может быть, надеется. Может быть, бобновая дама надеется и будет хлопотать, да. Скорее всего так, да. Вот, бобновая дама надеется, но ее надежды тоже не оправдаются. Она отвернется. И хлопоты тоже она отворачивает от крестового короля. Здесь бобновые дамы тоже у них ничего не получится. Здесь разочарование бобновой даме. Она сама будет хлопотать, надеется, а потом отвернется от крестового короля. Так. Ну, посмотрим, что тут дальше будет. Все сказала, как бы, да, вот. Не буду повторяться. Так, ну, посмотрим дальше, что же будет дальше. Посмотрим, что было, которые карты не вошли в расклад. О них забыла вообще. Так, девочки, смотрите. В прошлом. В прошлом все-таки у них были встречи. Интерес был. И с бобновой дамой тоже. С бобновой дамой пошел на паузу. Оставил ее. И он думал о червовой даме. Здесь. Здесь бобновая дама на паузе. Ну, так же и проиграла с диагностики. Ну, теперь посмотрим, что он будет делать. С кем он хочет. С кем он хочет быть. Кому душа тянется. Посмотрим, девочки. Кого он больше любит. Тот бобновой тоже хочет проявляться. Он любит червовую даму. Смотрим. Так. Хочет он с червовой дамой поговорить. Но он думает, что все закончится со скандалом. Ну, здесь бобновая дама тоже. Может быть, он ее знает давно. И она надеется на него. Да, вот. Но что-то она тоже отвернутая. Особо и не надеется. Особо и надежды нет. Ну, все-таки с ней тоже у него будут встречи. Общение будет. Здесь он червовую даму любит все равно. Но что-то червовая дама очень холодная. Может быть, на ней магия тоже действует. Что бобновая дама сделана пистолого короля. Может быть, это на нее действует. Что-то она очень червовая холодная. Вообще не открывается. Ну, и он пойдет хлопотать бобновой даме. Да, девочки. Вот на интерес червовой дамы стоит магические действия. Она же замагичила пистолого короля. Там, когда мы делали диагностику, показала. Да, как он от нее отвернулся, так она сразу сделала магию. Видимо, эта магия больше действует на червовую даму. Чтобы она злилась, нервничала. И чтобы это было надолго, и закрыла она червовый интерес. Поэтому, может быть, она холодная. Особо интерес нет к пистолому королю. Может быть, и так. Видите, у нее свидание тоже перевернуто все. А бобновое свидание стоит ровно. Она хочет встречи, ищет встречи. Но я вижу, что бобновая даме это все ждет обратно. Это все к ней придет обратно. Она сама думает. Вот в голове, в мыслях она думает об этом порче. Да, вот. Эта порча сработала. На червовую даму думает. Но это ей вернется. Где-то эта обратка будет зимой у нее. Конкретно. Да, смотрите. Она осталась в середине, а кругом обратки будут. Ну, кто-то почистит. Может быть, вернется и летом. Может быть, и осенью, и зимой. У кого как. Все-таки расклад общий, поэтому я не могу сказать, в какое время точно вернется. Но эти обратка все ее окружат. Кругом злая будет надолго. Болеть будет. Плакать будет. Здесь у нашего короля одни свидания. Кругом одни семерки, одни печали. Вот он злится и на лубновую даму, девочки. Так, здесь, может быть, у них выпивка будет по звонку. Созвонится. Звонок будет, и выпивка будет с кем-то. Может, с лубновой дамой. Так. Ну, интерес есть червовой даме. Может быть, он хочет ей какой-то подарок сделать, чтобы она немного повеселела. Да, вот. Хочет такое. Боится, что червовая дама его бросит. Все его хлопоты будут пустые. Он очень боится. Здесь я вижу, что они по судьбе. Они по судьбе девочки. Они все равно будут вместе. Как бы бубновая дама не колдовала, что-то не делала, все равно они будут вместе. Так. Смотрим дальше. Фестовый король все-таки надеется на червовую даму. Червовая дама тоже надеется на него. Они до друга любят. Просто червовая дама сейчас под майкой, поэтому чувства у нее холодные. А так она надеется на Фестового короля. И он так же. И у него есть желание. Но он очень переживает и боится, что червовая дама не захочет быть с ним. Да, очень боится, переживает и душевно страдает. Ну, посмотрим, что ему препятствует. Бубновая дама препятствует у него в жизни. Он от нее устал, от ее звонков, от ее жизни. Ну, и какое происшествие у него будет? Происшествие будет разговор с червовой дамой о любви. Он скажет ей, что он любит ее. Ну, и свидание с кем? Тут бубновая дама придет на свидание к нему. Что удивит? Его удивит то, что он с ней не хочет, с бубновой дамой. Да, вот не хочет. Она очень навло придет, и она давно преследует его, а он не хочет с ней уже встречи. Его дорога к бубновой даме перевернута. Дама может быть бубновой надеется на серьезные отношения, может быть, даже на брак. Карта брака вышла, но он этого не хочет. Так, 9, 10, 11. Что одиночит? Его одиночит, и он считает себя очень одиноким без червовой дамы, без ее любви. И боится, что какой-то мужчина еще у нее в жизни появится. Вот это его одиночит. 13. Что тревожит? Вот эти две дамы его тревожат. 14, 15. Что порадует? Все-таки он любит девочки, вот червовую даму. Он любит червовую даму, и давно он любит ее. Просто у нее негатив, поэтому она немного холодна. Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 16. Что порадует его? Чем успокоится? Успокоится он своими свиданиями, встречами с червовой дамой. Тут также и бубновая дама тоже, видите, тут одинаково. И бубновая хочет быть с ним, она надеется. А он больше надеется на червовую даму. И у него отношение к ней серьезнее, чем к бубновой даме. Видите, прямо червовая дама рядом вышла, бубновая дама рядом вышла. Две соперницы, девочки. Может быть, они друг друга знают. Или когда-то вместе учились, или работали. Друг друга они знают. Может быть, они были и подругами. Какие-то оба веселые рядом стоят. Ну, посмотрим дальше. для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем успокоиться. Ну, посмотрим для него, для нашего короля. Смотрите, девочки. Он думает о своих дамах. Может быть, еще есть одна девушка, которая тоже любит его. Может быть, он про нее не знает, но тут насчет девушек у него проблем нет. Девушкам он очень нравится. и у него есть успех у девушек. Крестовая, бубновая, червовая дама. Все его любят, да, вот. Все девушкам он нравится для него, для дома. Для дома сидит, немного грустит, думает о себе, печалится на сердце. На сердце он думает и о бубновой даме, и о червовой даме. Не знает, кому позвонить, кому пойти, да, вот. Звонок будет в червовой даме, скорее всего. Это что было, идет, да, вот что, будущее, это лежит с этой стороны. А прошлое, как бы, прошлое здесь, настоящее здесь, будущее здесь. Будущее, значит, звонок будет в червовой даме. Что же было в прошлом? Были у него дороги, встречи с бубновой дамой, но потом он в ней разочаровался в прошлом. Что же сейчас будет? Смотрите, какая карта вышла. Сейчас он очень хочет быть в червовой даме, любит девочки. Смотрите, как он любит, как он надеется, и у него очень серьезные намерения в червовой даме. Чем успокаивается? Здесь новый король, может быть, это его друг, сосед, брат младший. Для него думает он о червовой даме, о встрече. Для дома тоже он думает о свидании с червовой дамой. На сердце печалится, скучает, страдает по червовой даме. Что было в прошлом? Были встречи с бубновой дамой, потом он закрыл. Что будет? Хочет он поговорить очень серьезно о червовой даме, расскажет, что он ее любит, что давно любит, что давно ждет и хочет, чтобы она была с ним и карта брака тоже вышла, может быть, и предложение сделает. Ну, короче говоря, он скажет ей все, как он ее любит, как он ее ждет давно и что он хочет быть с ней. И чем же он успокоится здесь? Чем же здесь он успокоится? Ой, девочки, здесь бубновой надежды, планы, хлопоты, все остается в прошлом и в будущем. Здесь конкретно он интересуется червовой даме и он подарит ей, скорее всего, кольцо, девочки. На будущее, на будущее он хочет быть с ней в будущем и он подарит ей очень дорогой подарок. Здесь они будут вместе, девочки. Но я все равно буду дальше смотреть. До конца надо сделать расклад. Здесь такой счастливый конец, можно было бы не посмотреть, но все-таки посмотрю я. Хочу узнать, не помешает ли бубновая дама, девочки. Вот это самое главное. потому что в конце там она надеется, хлопотать будет, но он все равно в червовой даме идет, тянется. Ну, посмотрим, будет она мешать им. Вот он в червовой даме идет, говорит теплые слова, нежные, любовного характера. Вот встречи, часто будут встречи у них. Так, смотрите, очень интересуются и подарок он ей все-таки даст. Ой, девочки, вообще супер, какой расклад, прямо. Червовая дама тоже согласна, она уже поняла, что у них серьезные отношения. Да, желание друг другу, и он желает, и она желает. Тут такие карты выходят мне. Думает звонок, откуда-то звонок будет. Вот они, любовь. У них такая любовь будет, девочки, вообще. Скучает, переживает, сам себе не верит, что все так обернулось у крестового короля. Очень счастлива сейчас мужчина наш, крестовый, чей король, не знаем. Так, думает о встрече, думает с бубновой дамой, все уже закончено, одно разочарование, и больше ничего. Ну, здесь, как я и думала, поэтому я продолжила расклад. Здесь новая дама все-таки с желанием, с надеждой, с желанием придет к крестовому королю. Ну, чтобы он хлопотал больше к ней, а с червовой как бы порвал, да, вот. посмотрим. Будем смотреть дальше, девочки. Я знала, что она придет, поэтому и решила до конца уже идти, надо расклада делать, конкретно, что же тут дальше будет. Так, крестовый разговор. Будет он говорить, что он любит. Ой, вот теперь и магия тоже вышла на червовую даму. Вот я говорила целый расклад, что у нее есть магия, да, вот, пожалуйста. Христовый король-то, хоть она и холодная, общаться хотел с червовой дамой. Смотрите, червовая дама холодная, потому что ее закрыла бубновая дама. Она была заинтересована, что она была холодная, бесчувственная какая-то, да, вот, вот, видите, прямо-прямо, да, вот. Бубновая дама была очень сильно заинтересована закрыть червовую даму, чтобы не достался ей крестовый король. Так, здесь хлопоты. Бубновая дама все-таки будет хлопотать, будет узнавать, есть ли у червовой дамы с крестовым королем отношения, хлопоты, но они есть, но все-таки неожиданно она будет проявляться свиданием. Ну, крестовый король уже все решил для себя, он любит, он очень любит червовую даму, он скучает, когда рядом ее нет, он надеется, желание есть, и червовая дама тоже надеется на крестового короля. Так, ну, что-то бубновая дама, бубновая дама сама интересуется крестовым королем, хочет с ним общение, встречи, да, а крестовый король сам интересуется червовой дамой, видите, очень серьезно интересуется, и тут карта брака, и ему нужна только червовая дама, девочки. Так, здесь бубновый король, или это надежда бубновой дамы, да, здесь бубновая дама очень надеялась, что в скором времени они будут 200, но она получила большой скандал, тут 40 будет у него с крестовым королем, что он с червовой дамой, да, вот, и все-таки он хочет быть с червовой, как бы бубновая дама не проявляла себя, не мешала, все-таки он остается с червовой дамой, здесь видите, как, она еще и еще будет приходить, она еще будет звонить, признаваться будут в любви, но он-то разочарован в ней, он не разочарован в ее любви, ее звонки он будет пусто делать, он будет звонки игнорировать, он не будет брать эти звонки, и все-таки с новой дамой он расстается конкретно, и все-таки он решит для себя, что он будет с червовой дамой, но они сами вдвоем уже решили с червовой дамой, что они друг друга любят, просто уже там видно было, что бубновая дама, я так и знала, что в течение расклада что червовая дама закрытая, но все-таки карты показали, что бубновая дама была заинтересована закрыть червовую даму, поэтому по ходу расклада червовая дама была поэтому и холодная. Ну вот такой расклад, девочки. У кого такая ситуация, пишите комментарии. Спасибо всем за обратную связь. Я вас всех люблю, всех ценю, девочки и мальчики. Всем огромное спасибо, что вы делитесь своими там историями. Мне очень приятно, что вы обратную связь даете. Это тоже как энергообмен, да, вот, между мной и вами. И пишите комментарии, ставьте лайки, ну и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всем удачи, всем любви, девочки, мальчики. До свидания.